всем добрый вечер из сказочного волшебного города гослар города ведьмочек города мистики кстати нас здесь сейчас встречает очень классная погода тепло это тепло здесь сейчас нет дождя нет сырости нет тумана кто недавно присоединился на наш канал вот смотрите где мы обычно обитаем сейчас кстати тоже да либо мы на польской границе либо мы в госларе вот наконец-то приземлились волшебном госларе это исторические домики в них ничего не изменилось очень многим домиком уже практически по 600 800 лет в этом году этому городу исполнилось тысяча сто лет сейчас сделаем такую небольшую экскурсию я тоже соскучилась уже за госларом со мной сегодня гости в госларе поэтому буду рассказывать и вам и им параллельно передаю привет своей бабушке которая постоянно говорит что в этом галка все с ведьмами делает бабулечка вот доказательство это город ведь здесь все все вращается вокруг ведьм вон там даже кафе и там ведьмочка стоит при входе потом если внимательно посмотреть на мармелад и все остальное на них тоже обозначено ведьм очкам нас лорен недавно проснулась поэтому у нее не совсем настройки настроение не не совсем настроение осмотреть в гослар вот везде в витринах на улице здесь для туристов комната страха да что телевизор будем смотреть так нам же диван там такая погода замечательная просто мне кажется да малышка мама по телевизору говорили погода что снег и ветер будет в госларе нет в госторе сегодня замечательная погода посмотрите какая красота то все маленькая сказочная интересно колесо крутится нет колесо не крутится мало воды смотрите да лиза вот так выглядит школа сюда посмотреть показать вот это ну понятно да такая вот тема короны лешие ведьмочки вот это кстати ведьмой ручной работает вот так выглядели местные ведьмы они вот эти шапочки которые конусные это уже американсированные местные хардсовские ведьмы они платки носили чтобы их не узнавали потому что в пятнадцатом веке на них разбирались в этом в общем их полили это халиги кроется так кстати храм внутри там по-моему свет горит она паланочка подожди может быть там открыто что очень типично для германии либо там еще какие-то вещи сейчас девочки напишут в комментариях наконец-то она вернулась гослар знаешь же подписчики пишут мы в гослар когда приедем мы будем знать все он очень да это дом дом бога правда нет закрыто очень наивно было с моей стороны думать что там открыто это вот такие вот дворики с магазинчиками маленькие гиганты туда хочешь зайти я просто хочу вон опять ведьмочка сидит я просто хочу по кругу один раз пройтись а потом мы медленно-медленно пойдем куда мы хотим а а а а а конечно так проходите вы знаете где мы очень давно не были мы не были давненько в возле императорского дворца то что здесь называется кайза пальцы ларенчик поздороваешься она только проснулась у нее у нее не совсем настроение скажем так тип-топ а я вообще спать так и не легла успела правда к лиле приехать переодеться она мне сделала вот такие косички видите да это здание суда вот сейчас куда мы подходим это суд местный лиза аня это суд вот это нужно с другой стороны на него обязательно посмотреть потому что это церковь я сейчас ее тоже покажу хороший вопрос сейчас вам покажу сейчас вам покажу как здесь в гостаре обозначают велосипедные дорожки девочки нам с вами придется немножко по кругу пройтись вот сюда а потом обратно и отсюда лучше видно этот дворец вот так здесь здесь велосипедные дорожки вот так обозначаются а вальпургевая ночь это здесь особенный праздник мы кстати очень надеемся а вот императорский дворец мы очень надеемся что в этом году вальпургевая ночь все таки будет потому что из-за короны последние два года не было когда в гостаре вальпургевая ночь ой что он так установился на рыночной площади ярмарка в магазины ставят все метла перед годом наряжаются так идем дальше это тоже нужно посмотреть там находятся мощи входа туда нет а вот эти вот а вот эти вот рисы в камне это они точили мечи вот там видите такие перед тем как рыцарь решили воевать подойдем посмотрим да что у нас там есть и шульдегунх мультонихштерн ну это тоже святое место это храм мама тоже есть кирка это кирка симона и юда и почему это кирка ну так хотели это кайзерфальд да там кайзер императорский дворец там император жил малышка спрашивает мама что это такое это императорский дворец у меня кстати в комьюнити у него были деньги а знаешь откуда у него деньги были в свое время гослару повезло они обнаружили здесь рудники серия прав крокусы посмотри только не срывай хорошо пусть будут смотри крокус сколько крокусов не срывай пусть будут весна видно да красиво как да пойдем на крыше посмотрим гослар гослар вообще удивительный город это такой вот город силы заряжаешься здесь таким позитивом да да ну потому что львов они любили тогда кто-то любит котиков твоя тетя лиля любит котиков а император любил львов почему он любил львов да левый это большой большой котик правильно почти угадала какой домик а это сланец вот эта черепица сейчас поверну камеру другой стороной это черная черепица это сланец сланцевые домики маленькие а поэтому а вот там быть фахверковые домики а сам принц из натюрлих дарфа маленькие-маленькие и на крышах живут Из чего ты взяла, что императору не нужен был настолько большой сад? Как ты это определяешь, какой императору сад нужен, а какой нет? Лареночка. Она просто проснулась, не стой ноги. Теперь возмущается. У меня есть клинц, и я вижу, что нет клинц. Ну, так его уже давно нет. Он уже состарился, пошел в историю. Я не могу. Туда можно подняться, на вышку. Мы уже с Ютубом туда ходили. Такие маленькие узкие улочки, маленькие окошки. На крышах живут, в подвалах живут. В основном первые этажи. Это магазины, либо это квартиры под сдачу. Это курорт. Харцы, горы, курорт. Котик, иди обратно. Что? Захух, рихте. Мы сейчас будем возвращаться обратно в сам город, пойдем на рыночную площадь. Потому что, если мы здесь еще вокруг обойдем, тогда уже стемнеет. У нас мало времени. Там есть точка повыше, где видишь все, как на ладони. А вот там жили ведьмочки. В общем, Брокен здесь, в Харцах. Кстати, символ города, помимо ведьм. Вот еще такой замечательный петушок. Как там на крыше? Орел. Вы знаете, что такое Брокен? Брокен это как в Киеве лысого. Так, ладно. Принцесса наша мурлычет. Видите ли, ее не устраивает размеры сада императорского. Зачем такой большой? Ну, ничего. Он так захотел, а так построил. А теперь у нас что-то красивое есть. Возмущается, зачем ему такой большой сад? Это даже не сад, только вход. А он не садился так. Да? Ну ладно. До скорого.